Мы всегда помним, не только азербайджанцы, мы не хотим, чтобы в Москве были некие обострения ситуации. Поэтому, кроме этого, посмотрите, есть рассеченные народы, изгиб, например, и они связывают Россию с Азербайджаном. Россия не имеет никакого желания обострять ситуацию с Азербайджаном. Но что хотелось бы мы заметить, что любые поставки вооружений, в том числе, с Азербайджаном, они должны рассматривать спирит, как они могут быть использованы. Здесь хотелось бы напомнить, что, например, поставки тяжелых винеметных систем Солнцепек вызвали в России очень серьезные проблемы с недопониманием с армянской стороны. Вот, наверное, с этой точки зрения, очень важно, чтобы когда Россия поставляла вооружение и одной, и второй стороне, то она думала, как это может быть зависимо в том, что в зоне Нагорного Карабаха. Только говорю по поводу вертолета. Насколько я знаю, российская база в мире была усилена приблизительно 8 вертолетов, чтобы не обострять ситуацию. Потому что, если, например, тяжелые, перекинуться с залпом огня, или тяжелые кинематности, мы будем задействовать в зоне Нагорного Карабаха. В этом случае я трудно понимаю, как мы сможем исключить возможность локального вооруженного конфликта. Россия, Россия, все-таки больше, когда она заботится о безопасности Армении, утеряет внимание безопасности Армении. Перед Карабахом никаких обязательств у России нет. Они все-таки призначены для безопасности Нагорного Карабаха. Россия в Нагорных Карабах вооружение водить не собирается. И Россия не имеет обязательств перед этим. Но все-таки я хочу сказать, что вы приняли внимание, что это крайне сложная ситуация, которая в России добровольно поставила себя. Эта ситуация заключается в том, что Армении, мы хотим сохранить хорошее отношение с обеими странами, дружеские отношения. Армения нам является стратегическим союзником, азербайджал стратегическим партнером, нашим другом и так далее, родственной страной. И вот это всегда очень сложно. В таких ситуациях, та же Англия, которая после второй мировой войны уходила из своих каких-то территорий в Африке и в Азии, когда она понимала, что не может сохранить такие отношения, она просто уходила и переставала на какое-то время поддерживать отношения с некоторыми странами. Россия остается в регионе и это вызывает определенную критику. Вы поймите, поставьте себя на наше место. Мы сейчас пытаемся, мы, Россия в данном случае пытается, может быть, воспроизвести ситуацию вот того паритета, который удержал мир от войны в течение всего практически поствоенного времени. Когда вот тот расклад сил, который складывался между двумя центрами силы, он был такой, что не позволял одному из них начать войну против другого. Когда вы говорите о том, что вот эти силы могут вызвать, это эти вооружения, которые себе придут Армении, они могут вызвать наоборот какую-то эскалацию. Мы считаем как раз таки наоборот, они, эти силы должны как раз и вызвать эту ситуацию, когда не начнется новой войны. И действительно, Владимир, другое решение должно искаться в рамках резолюции Организации Объединенных Наций по карабахскому, так сказать, регулированию. И мы знаем, например, что Баку, допустим, так же, как и Украина, они, допустим, в низких соглашениях, Баку выдергивает только несколько пунктов из них, в частности, что Армения должна вывести свои войска. Но, допустим, он не смотрит, не обрелся разговор как с президентом Безриджана, так и с президентом Армении. И мы знаем, что консенсус был достигнут. Естественно, вот тот процесс по продаже вооружений, он является обычным для любого государства, производящего оружие. И на площадке диалога сегодня, вот то, о чем говорил мой коллега, понимание достигнуто между странами. Это уже, на мой взгляд, инсинуации по поводу, а вот у них есть, а вот у нас есть. И, наверное, нужно идти от решения чисто торгового к решению политическому, что для нашей страны, для Азербайджана и для Армении гораздо важнее сегодня не просто сохранить отношения, а развивать их. Уже было сказано, насколько глубоко сегодня взаимопроникновение в силу исторических связей и сегодня сложившаяся ситуация с наличием огромнейших диаспор и армянско-азербайджанской на территории России. И, прежде всего, наверное, перспектив будущего, что для нас настоящие добрососедские отношения с обоими республиками сегодня гораздо важнее, чем... Спасибо. Спасибо. Спасибо.